Девушки отдыхают Девушки отдыхают Какофония превращается в стройное звучание А затем рождается и мелодия И мелодия эта В исполнении духового оркестра Заставляет, если не вытянуться во фрунт То, во всяком случае, развернуть плечи Расправить осанку И внимательно прислушаться к таким волнующим И завораживающим медным звукам Сводный военный оркестр вооруженных сил России Аналогов в мире не имеет Именно этот оркестр Обеспечивает музыкальное сопровождение Парада Победы 9 мая на Красной площади Было и 1500 в юбилейном году Потом было 1200 Потом было 1000 В этом году у нас в финале тоже 1000 человек То есть 1000 трубный Но в сводном оркестре у нас 800 человек Потому что для того, чтобы акустически Все это было достойно И логично Достаточно здесь 800 человек Генерал-лейтенант Халилов Начальник военно-оркестровой службы вооруженных сил Заслуженный деятель искусств И член Союза композиторов России Будет руководить сводным военным оркестром На Параде Победы уже в 11-й раз Это в основном оркестр Московского гарнизона По территориальному принципу И те оркестры, которые участвуют Вместе с войсками в военном параде Например, у нас есть Балтики из Калининграда У нас оркестры есть из Воронежа Ну и так далее Валерий Михайлович начал стечнять музыку Еще в 4 года А в 11 стал воспитанником Московского военно-музыкального училища Кадеты которого традиционно открывают Парад Победы Главный военный дирижер говорит Что к этому мероприятию Сводный оркестр начинает готовиться Не то, что заранее А практически на следующий день После самого парада 10 мая начинаем готовиться Ну, конечно, это не совсем так Но в первую очередь мы как бы Уже определяем репертуар Это самое главное Это репетиции самого главного И самого большого военного оркестра страны Центрального оркестра Министерства обороны Который тоже входит в состав Сводного оркестра Ну, численность это не секрет В нашем коллективе 227 человек Он состоит как из военнослужащих По призыву, это солдаты По контракту Так и из гражданского персонала Делится он на две части Основная часть это духовой оркестр И вторая часть это симфонический оркестр Те из музыкантов, что проходят срочную службу Квартируют здесь же Буквально в 30 метрах от репетиционной студии Вот наше спальное расположение Здесь живут военнослужащие по призыву То есть рядышком все, да? Репетиционный зал здесь И столовая, наверное, да? Все рядом А сколько у вас срочной службы? В данный момент 28 человек То есть треть духового оркестра? Да А вот Татьяна Ларина из гражданских Но уж поскольку оркестр военный Форму здесь обязаны носить все На втором курсе Гнесиных Академии имени Гнесиных Меня пригласили на прослушивание И так как коллектив очень известный И у него очень хорошая репутация В музыкальных кругах Я пришла и вот так оказалась здесь Но музыканты в первую очередь Во вторую все же являются военнослужащими От парадов и строевой подготовки не уйти Татьяна, я понимаю, здесь в студии Тепло, удобно, комфортно играть А вот на плацу в любую погоду Да плюс еще маршировать приходится Как вот девушки справляются со всем этим? Ну это очень почетно И участвовать в парадах И маршировать Но часто очень девушек берегут Не могу сказать, что в какую-то Очень холодную погоду Или в дождь я маршировала Меня, слава богу, от этого освобождает Мы их, может быть, берем Не на все тренировки Когда очень холодно Конечно, мы девушек жалеем И мы их освобождаем Они у нас находятся в помещении В этот момент занимаются А когда уже чуть теплее Конечно, они обязательно принимают участие И многие даже стремятся к этому А это военный образцовый оркестр Почетного караула Их главная задача Встреча глав иностранных государств Которые прибывают в нашу страну С официальными визитами Первое, что видит глава государства Спуская из трапа самолета Это оркестр Буквально в трех шагах от трапа И рота почетного караула Который встречает в аэропорту Но это не означает Что в репертуаре оркестра Сплошь и официальные военные марши Как и практически все музыканты вооруженных сил Эти ребята много выступают И перед гражданской публикой У военных оркестров есть и парковый репертуар Например, вот эта прекрасная композиция Рэя Чарльза Статус военных вроде бы не ограничивал нас Какими-то рамками Все равно у нас Наша работа, она довольно-таки Широкого спектра В оркестре готовят себе смену И одновременно дают шанс Провинциальным мальчишкам Из музыкальных интернатов На благополучное и, главное, интересное будущее Таких воспитанников в оркестре Десять человек И Вова Буторин из Иркутска Один из них В этом оркестре я нахожусь год И за этот год я участвовал на Спасской башне Встречал Олимпийский огонь Но участвовал на Поклонной горе Играть на ходу И не просто на ходу, а марширую Это не только очень красиво Но и очень сложно Конечно, строевая подготовка Она в оркестре почетного караула Занимает такое Одно из, наверное, ведущих мест Во время подготовки музыкантов Потому что какой бы хороший музыкант ни пришел Как бы он здорово на инструменте не играл Но стоит его только вывести на улицу Поставить его в строй Даже просто элементарно на улице играть Многие люди не могут Если на улице минус 30 В инструменты заливают спирт Чтобы не замерзли Да и после такой процедуры Играть на нем можно лишь минут 10-15 Есть, также у музыкантов есть секреты То есть инструмент греется под мышкой Где-то или под шинелью Убирает Мундштук убирает они в перчатке К руке В тепле мундштук Самое, что вспоминается у нас Это в час ночи была объявлена тревога И полтретья мы уже летели в Смоленск Летели из Чкаловского аэропорта В Смоленска Давать почести президенту Польши Леху Качинскому Тогда музыканту учили гимн в самолете Одним словом работы Образцовому оркестру почетного караула Хватает и в тревожные И в праздничные дни Духовой оркестр Духовой оркестр это всегда праздник Где мы обычно слышим его волнующие звуки В парках, в цирке И, конечно же, на парадах С детства Духовой инструмент оказались мне Какими-то необыкновенными Ну, например, вот это вот Завораживающее, возвратно-поступательное Движение тромбона Все инструменты здесь Будто бы одухотворены И уж во всяком случае Каждый обладает характером Вот, например, туба Чем недобродушный толстяк Уволень Что касается саксофона То его легкие, я бы сказал Чуть интимные хрипотца Меня всегда волновало Или кларнет Это, несомненно, эстет и интеллектуал А его черный тон Чем-то напоминает смодинг Ну, а труба Этот инструмент Вообще, на мой взгляд Является украшением оркестра Пальцы музыканта Как будто приклеены Вот этим клапаном И творят чудеса Всегда мечтал сыграть эту мелодию Сводный оркестр Во время парада на Красной площади Играет порядка 30 произведений И каждая подобрана очень точно Это традиционные произведения Которые характеризуют Виды вооруженных сил Ну, например Для десантников мы играем Из кинофильма Белорусский вокзал Для моряков мы играем Вот в данном случае В этом году мы прибавили еще Мурадели, есть такая песня Ленингидарь на Севастополь Играем Плешака Сергея Экипаж одна семья Для летчиков хайта Все выше мы играем Ну и так далее То есть мы как бы Музыка олицетворяем Виды вооруженных сил Музыканты играют На протяжении 40 минут И при этом никаких нот Все произведения Выучены наизусть Это наша культура И наша традиция Которая отличается От культуры Так сказать Испланнической Вот западных стран Вообще любых других Ну, очень хоро Я считаю, это очень хорошая традиция Это позволяет музыканту Играть очень уверенно Это позволяет Не отвлекать музыканта И не отвлекаться На перелистывание страниц По традиции же Парад Победы Открывают барабанщики Московского военно-музыкального училища Если быть точным То как раз У нас не барабанщики У нас музыкальное училище Которое Выпускает специалистов Со специализацией Духовые и ударные инструменты И ударников Как таковых барабанщиков У нас крайне мало На все училище Профессиональных ударников Всего 16 А в параде Принимает участие 97 человек В остальное время Они кларнетисты Саксофонисты И трубачи Но в преддверии Дня Победы Здесь главенствует Малый ротный барабан Строевой подготовки Уделяется не меньше А то и больше внимания Чем на гренобарабане Одно такое упражнение Чего стоит Строевая подготовка Это такая область Человеческих знаний Где теоретических знаний Категорически недостаточно Здесь нужно добиваться Тренировками Достаточно изнурителями И когда слышишь Духовой оркестр Особенно мелодии Военных лет По спине ползут мурашки А на глаза Наворачиваются слезы Слезы радости И слезы горя И эта музыка Переполняет тебя чувствами Музыка 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 Субтитры создавал DimaTorzok